Уважаемые девушки, парни, кавказцы, у меня к вам огромная просьба, пожалуйста, перестаньте вы... Девушки, вы, лично вы, перестаньте выкладывать в паблике видео, где вы ничего не делаете, где вы просто слепаете губками и стреляете глазками. Пожалуйста, перестаньте, меня это бесит, и не меня одну я уверена. Девушки, перестаньте спать со всеми, с кем не попало, а потом говорить. Изначально вы выкладываете такие видео, да, где вы стреляете глазками, а потом вы говорите, что вы не хотели, это все парни, да, парни, а вы вместо того, чтобы смотреть, как девушка раздвигает ноги, дайте ей под затыльник. Скажите, ты что творишь? Ребят, в этом у нас заключаются кавказские отношения, в этом у нас все. Объясните, я такая же, как и вы, я армянка. Почему у меня, просто у меня слов даже не хватает, почему у меня нет ни губ, ни накачанной груди, ни жопы, ни сисек накачанных, ничего, что? Зачем вы это все делаете? Для чего? Я не могу понять. Кому-то это кажется красивым, кому-то это кажется привлекательным. Или вы показываете размер своего кошелька, сколько у вас денег, или у ваших родителей, чаще бывает у родителей. Скажите, девушке, парням нравится естественность, по себе знаю, я немало прожила. Парни, а вы следите, пожалуйста, за своими сестрами, подругами, или просто, если вы видите на улицу незнакомую девушку, не надо к ней, как последний бычара, подкатывать. Не стоит этого делать. Не надо их тащить куда-то, даже если девушка согласна с вами после того же клуба куда-то идти. Я бы на вашем месте ее отвела бы домой и показала бы родителям, чем она занимается. Пусть ей досталось бы, но зато она в жизни бы не ошиблась бы более. Вы просто, я не могу понять, просто девушки, для чего вам фотографии с айфоном, для чего вы фотографируете себя в зеркале, с пятым, уже даже с шестым, с шестым плюс айфоном, для чего вы показываете что, сколько ваши родители зарабатывают? Почему я не показываю, сколько мои родители зарабатывают? Почему я не фоткаюсь в зеркале, я фотографируюсь только на фотоаппарат, хотя у меня тоже есть айфон, купленный за свой счет, за мои честно заработанные деньги? Скажите, я не говорю то, что это плохо, неплохо, это ваша жизнь, ваши проблемы, ваша судьба, решайте сами. Или для чего вот, парни, для чего вы девушку обманываете? Вот сама была свидетелем, еду в метро, парень с девушкой, по акценту поняла то, что они аварцы. Ну, я-то это поняла. Я просто сидела в наушниках, я не слушала ничего. Вагон метро остановился просто в туннеле, в связи со сбоем. Я волей-неволей наушники вытащила, и я слышу, парень девушке говорит, «Ты моя красавица, ты моя малышка, что-то, что-то». А девушка говорит, «Молодой человек, а вы кто по нации?» Он говорит, «А кого ты не любишь больше всего?» Девушка говорит, «А Кадыров кто по нации?» Он говорит, «Чеченец Кадыров». Она говорит, «Ой, ну вот тогда я чеченцев больше всего не люблю». Он говорит, «Да, а кого ты больше всего любишь?» Она говорит, «Грузинов люблю больше всего». Он говорит, «Тогда я грузин». И называют себя вахтангом, якобы. Хотя на самом деле они аварцы оба. Это видно, заметно. Парни, вы родились в Дагестане. Для чего? Вот в Махачкале сделайте так, попробуйте. У вас спросят, девушка спросит, кто ты по нации? Ты скажи, Лизгин, Табасаранц, кто ты? Для чего вы подкапываетесь, тупо, извините, пожалуйста, тупо ради секса, вы набиваете себе цену? Ладно, девушки. Девушки это уже несколько лет делают. Парни, вы для чего такое? Вообще для чего это? Что вы хотите этим добиться? Или есть еще те парни, которые делают из себя просто орлов, а не львы? Парни, вы котики домашние, вы понимаете? Я сама много раз с таким сталкивалась. Вы на словах, вы бойцы, вы орлы, вы порвете любого, кто вам что-то не так скажет. Стволы носите с собой. Для чего? Девушкам это нравится, я не спорю. Девушкам нравится опасность. Непонятно что, бред нравится какой-то девушкам. Вы не подумали? Ваша матеря, ваша мать увидит, что вы творите. Вы меняете нацию ради секса. Для чего вы это делаете? Для чего вы это делаете?